Субтитры создавал DimaTorzok Я рождён был 3 октября 1928 года в городе Луги. На горе, как мать мне говорила, Ленина. В тот день я утром встал, родила тебя, встала к окошку, а вся гора Ленина была в снегу. Это город Луга, там напротив собор большой всё. Отец в то время был у меня начальником пожарной команды города Луги. Находился в командировке, он там был повисал. Вот там мы прожили, там родился. Это мы прожили там до 1929 года. В конце 1929 года его переводят снова работать в Ленинград. Мы переезжаем в Ленинград и живём в нашем родословном доме, в родословном усадьбе. Это город, было тогда Лигово, станция Лигово. Потом стал город Уриска, станция Лигово. Вот мы там проживали до 1941 года. Это было воскресенье, это была хорошая погода. С утра приехали к нам наши родственники, мои братья. Мы утром ушли купаться. У нас было большое озеро в Лигово-Уриске, которое находилось сейчас там на Красносельском углу Красносельского шоссе. Там оно есть и сейчас, только не выйдя на впаде, на овраг такой большой сделан. Это было большое озеро, глубокое, шли купаться. И пришли, около 12 часов было объявление, что началась война. Вот тут началась переполоха, началась сабантука. Во многих селениях в Ленинграде у нас, когда будет выступать Молотов, вот мы узнали, что началась Великая Отечественная война. Всех моих братьев, у меня их было много, не родных, а двоюродных, потому что они некоторые принимали участие, служили, отслужили, принимали участие в Финской войне, в Зимней Финской войне. Их в первый день, во второй их из них собрали. Начали отправление, начали... Такое траурно-тяжелое день, не траурно-тяжелое. Мы, конечно, знали, что мы завтра победим. Война, мы будем побеждены, скоро сюда не придет. Враг нас, мы освободим ее, уходят ненадолго. Но, как оказалось, это, кажется, четыре тяжелых военных года. Военно, во-первых, опустили, начался призыв, это проводы. Призыв начались, начнутся осложнения после июля месяца с питанием. Но мы не совсем так это замечали, потому что у нас был дом, у нас была небольшая усадьба. Мы сажали овощи, чего-то, кура у нас, я знаю, что были. Потом мы последние три года начали поросенка поддерживали. Мы в это время не очень, еще коровы были живы у наших родственников, нам сюда молока давали. Мы в городе здесь не очень, в Лигове, в Урицке живя, не очень хуже и тяжелее. Это началось уже в Ленинграде. Начнется потом в Ленинграде. Вот там заметно, потому что в Ленинград мы каждый месяц ездили получать пенсию за отца. Пенсию надо было получать, мы получали во Дворце Труда. На площади Труда, во Дворце Труда туда ездили. Мать все добрала меня с собой, как бы сопровождать ее. Вот там уже сложнее было. Но еще в то время, в июле, августе, сентября, еще не так было заметно. Еще Бадаевские склады не были разбомблены, не разбомбили еще их. Было так, надеялись, что тоже немцы, еще блокада не начиналась. Еще оставались, конечно, запасы в семьях, которые, особенно, семьи, которые были раньше, жили в сельской местности или в пригороде. Знали, что нужно им что-то иметь, иметь запасы какие-то. Поэтому они и потом останутся живы. Вот тут уже все заметно. В городе были уже карточки введены. Были, конечно, большие трудности у нас. Но еще было все нормально, потому что мы там проживем до 14 сентября. 14 сентября в ночь приедет дядя на машине и нас заберет. Мы уедем, возьмем там немножко продуктов, картошки. Кура не успеем, останется сестра. А утром немцы 15 числа войдут уже, перейдут в железную дорогу, потому что они придут уже к Лигову. И станции Лигово займут примерно 10-12 числа, вот в этот период. Даже вот пораньше они займут. Перережут, дорога будет уже с Петергофом, и это с Ломоносом дорога будет перерезана. Потому что Стрельна и Старый Петергоф, они займут нам пораньше, сейчас я не помню, но в десятых числах будет занят. А Стрельна от нас от Лигово, это 4-3 километра. И в этот период как раз вот была, пошла подготовка, была поставлена загородительный огонь. Для того, чтобы немцы не могли перейти. Они, почему в ночь? Они хотели в ночь, наверное, 14-го перейти. Я так сейчас считаю. Но вот этот поставленный загородительный огонь, потому что до этого войск не было ни в Лигове, ни в Лигове. Это войска НКВД, часть какая-то подойдет НКВД к 15-му числу, когда завяжутся бои. Потому что утром 15-го числа сестра проснется от каноната и будет уходить немцы уже к нашему дому, будет подходить. Нет, предвокзальную территорию и ту вот этих улиц, потому что улица, в которой мы жили, упиралась в железную дорогу. Балтийские самые... Извините, вы уехали, а сестра осталась? А сестра в ночь осталась. Почему? Ну, потому что мы не успели взять вещи с собой, спрятать. Она в эту ночь будет прятать вещи, посуду будет убирать, потому что у нас много было посуды. Потом мы ее достанем, она ее потом достанет после войны, дом наш еще останется разбитый. Но все, она осталась сохранить имущество, которое оставалось у нас. Он берет посуду, там зароет часть материала, которое было там у нас, еще было... Потому что посуды много было доисторической, кухонной, ножи, вилки, посуда стеклянная. Значит, мы приехали, я, мать, сестра, тетя родная, их трое было, еще двое самое. Вот в двух комнатах мы... Там было сначала две комнаты у них. Одной была одна 14, вторая метров 16-18. Там у меня есть фотография на Васильевском острове. Мы там вот так вот, наверное, худо, бедно, но уже плохо будет. До начала декабря нам более-менее хватало. Уже голодно было, уже начинало самое. Но еще мы, почему, наверное, отчасти и сохранили. Начнем умирать у нас в апреле месяцы все. Бомбежек было очень много. Три раза мы попадали так, чтобы... Как выжили тоже, но так нас доводилось. Так нам доводилось это самое, что или Бог, или нас вели, что мы были на расстоянии, когда снаряд попадет. Еще было в октябре, наверное, попадет на восьмую линию. Попадет прямо снаряд. Мы идем от среднего к малому, к дому подходим. Обстрел вдруг начался. И вдруг снаряд прямо видно. Мы видели, как снаряд на первый этаж упадет. Там была парикмахерская. И будет разбита. Сейчас дом номер, я не помню. Но это нам против дома 38, если по 9. А там номер себе сам был. Так тогда и после войны там было заделано. Вот тут снаряд был на среднем. Особенно бомбили, конечно, 9-я линия. Когда она подходит за Большим, где вот этот рынок сюда. Вот тут будет Андреевский рынок. Потому что на этой стороне стоял Киров. Прямо тут он был. Ну вот здесь еще раз. Это вот такая. Еще раз мы в начале... Еще снега не было. Нет. Это значит октября. Снег был, не был. Мы в первых числах октября, наверное, или ноября. Но снева была не закрытая. Октябрь был. Или сентябрь. Потому что мы шли. Была очень большая бомбежка. Большой обстрел был. Почему с матерью мы шли, я не знаю. Это я сейчас помню очень. Шли, трамваи не ходили. Все, мы шли пешком от себя. Получать пенсию нам надо было. Мы идем к мосту лейтенанта Шмидта. А немцы переносят обстрел. Обстрелы, они обстреливали... Очень много обстреливалась площадь труда. И площадь идет обстрел. Лейтенант, мы идем, по мосту снаряды попадают. Там идем, мимо трупов проходим. Мать, почему они остановились, почему мы шли? Мы когда перешли мост, перед нами обстрел. А он переходит так и переходит на площадь, они начинают. Площадь вся была. Это самый один из больших. Их потом говорят, и сейчас говорят, обстрелы в дворцовой площади. Когда мы пришли, все они были. А мы идем, мы с матерью идем. Как-то было уже все равно, наверное, ничего с матерью не останавливали. Мы не боялись, тогда обстрелов ничего шли. Вот пришли, когда все нам открыли дверь на дворцовую, дворца труда, говорят, вы что, с ума сошли? Мать, начали ругать. Идешь с ребенком и сам. Площадь труда, да? Площадь труда дворца, там был большой обстрел. А там стоял Киров, уже вошел, уже стоял. Вот это еще раз, тут было обстрелов очень много. Потом в мае будет обстрелы большие. Тут рядом вот на девятой линии, ближе к среднем, там четыре дома будет разбито на девятой линии. Бомбы прямо попадут. Вот до нас не долетят они, а эти дома будут разбиты. Уже умерла тетка, это мае, да, конец мая. Значит, дома вот так мы выходили, то прятались, мы уже не прятались. Куда попадем? Ну, с дядкой вышли, он умрет в начале, в конце мая, в начале июня. В конце мая. Значит, шатался страшно было сидеть. Вот такие обстрелов, обстрелов очень много было. Я прошел в школу в октябре месяце. Проходил я туда до начала ноября, или начала, в эту школу. Но в эту школу попадет снаряд. Она находилась на десятой линии. Окна выходили на одиннадцатую линию. И снаряд попал, нас не было. В это время попал снаряд, один вечером попал снаряд прямо в школу. В школу закрылись, и нас перевели, меня перевели в школу, которая находится угол седьмой и среднего. Это напротив, это знаменитое здание, одно из этих зданий, которое напротив метро, если смотреть, выходит метро, на той стороне среднего, эта школа существовала. Сейчас там, по-моему, лицея, не знаю, что там. Я, правда, не ходил туда, давно не был там. Я в школу так и не попал, и не сказал. Эта школа связана со мной много с ней. В эту школу я начал ходить. А с декабря месяца в школу я больше уже не ходил. Началась самая трудная, тяжелая жизнь нашего Ленинграда, нашего блокадного периода. Сначала начнется, и морг начнется, когда все это самое тяжелое, страшное время. Помню, это все хорошо, в очереди были. Вот стояли мы, ведь в ночь, когда прибавят хлеб, там в ночь стояли, приходили, все надо было. В очереди обязательно. Было страшно, холодно, меня одевали специально. Ведь там много воровали. Много было нападений. Ну как, нападений ребят, которые особенно немного было, но были такие. Много нельзя сказать, что было. И сейчас, когда говорят много, много не было. Но были случаи, конечно, тем, кого не хватало. Напада отнимали, вырывали у кого можно. Мне давали специальную сумку. Я специально склал ее, специально прижимал, не открывал рот, чтобы карточки не украли. Занимался это мне. Было это и сегодня. Но сказать, что это массово, нет. Это привлекалось. При мне избили раз одного такого мужчину. Ну не мужчина, ему было лет 20-25. Он был инвалид, он пришел, выхватил, и в рот сразу стал есть. А вот время бьют его, вырывают его, потому что там, наверное, в семье остается что-то, где дети, как бы было, смертельно было бы для некоторых, если карточки воровали. Были эти случаи, все. Было очень много случаев. Вот начнется зима, вот это самое страшное дело. Значит, тут я иногда даже ходил, тут было так, что ходил с Васильевского острова, с 9-й, к Варшавскому вокзалу. А что там? Там с нами жил еще один из наших родственников, который раньше с нами проживал в Лигове, он жил с нами, это был, ну, как родственник, один из нашей семьи, друг нашей семьи, в нашем доме жил это с моими двоюродными братьями, с моей тетей родной, которая потом умрет тоже, она работала проводиться. Он был начальником там каким-то продовольственным, там был магазин какой-то, туда ходил, вот там иногда отоваривали наши карточки. Там чем-то другое, значит, более самое мы сдавали, там я приходил, отдавал карточку, там нам часть продуктов, которых не было в то время в магазине, там можно было-было отоварить их. Вот я пешечком с Васильевского, прямо здесь через мост, самое, лейтенанта Шмидта, через дворцовую, тут и театральную площадь. В это время, если вы, наверное, не знаете, на Фонтанке, кроме Измайловского, по Мясникову переулку был трамвайный мост. Он был, не знаете, нет, да, наверное, он такой же, как Охтинский мост, только в малом размере. Часто остались, даже многие теперь, ленинградцы не знают, что там было, по Мясникову переулку не ходят трамваи. Теперь, раньше трамвай, шестерка ходила к Балтийскому вокзалу, вот я почему-то там ходил, а там в то время трамваи не ходили, пешечком доходил оттуда, отоваривал вот часть этих карточек, которые потом они у нас пропадали, но там нас отоваривали, приходил обратно. Вот пешечком вот так, в те мои 15-14 годы, лет, когда мне стало, я туда ходил. Так сложилась моя судьба, что я ходил всю блокаду. Были на ногах? На ногах. Я не лежал, я лежал несколько раз, есть такое тяжелое период в ноябре, где я слягу, и слягу в конце декабря. Ну, первый раз мы ходили, все время один раз у нас мы пошли. Ну, не будем это... Нет, можно, а что у нас... Можно? Конечно. Ну, один раз мы пошли, это один из тяжелых дней, когда меня мать спасла, пришли мы к двоюрному брату, троюрному брату. Он жил с нами тоже с Лигова, здесь его семья осталась там, она не была не эвакуирована, они остались, потом они попадут в оккупацию, в плен они будут, потом там сложный период могу рассказать. Значит, пошли к нему, приходим, а он был инвалид, он не был, он примерно 19-20 года был, значит, он не был призван в армию, но у него было... Работала у него... Специальность была поварская, работал где-то поваром, мы пришли к нему, а они там жили в комнате, он жарит такие красивые котлеты, это было ноябрь месяц, в школу я уже не ходил, значит, жарит такие вкусные котлеты, о, говорит, хорошо, что вы пришли, сейчас я вас накормлю, значит, угощу, всё. Стал угощать, когда сели там, они, может, выпили чего-то, или, может, нет, но угощал нас не картошку, вот этими котлетами, и когда я съел кусочек этой котлеты, меня так, приятно, они были хорошо зажарены, он имел, меня начало так травить сходу, что с матерью ушли, мы ели, мать съела, но у меня пришли, у меня началось первое отравление, которое я получил в блокаду. Что это было за мясо? Но, правда, потом его расстреляют. Первая умрёт моя мать. Вот она умрёт 9 апреля, это было вчера, но 77 лет тому назад умрёт у меня в ногах, и до сих пор она умрёт, и одно, мою жизнь все время будет, потом она у меня будет каждый день, потом в 5 часов вторая ко мне приходить и меня будить. И вчера, и позавчера, я в 2 часа, в 3 часу проснулся, опять я не сплю позавчера, мне сын снился, а она тут снилась, снится, она со мной всё время сидит. Или то, что в моём мозгу, и потом я окажусь в армии, потому что она будет приходить в 5 часов, и говорит, Валя, вставай. Вот я встаю, меня трясёт, а я Валя, вставай, меня трясёт, я ещё маленький был. Сестра уже будет у меня служить, её возьмут уже работать, она уже будет на казарменном положении, и мы решили, что мать похороним отдельно, в отдельной могиле, не в братскую могилу привезём. Вот мы, ну и сестра свою полкарточки, там полпайка отдала, и мать, и то, что там что-то у нас было, и мы мать отдельно похороним в отдельной могиле, и сейчас могила эта цела, потом там будет ещё вторая тётя похоронена, там две тёти у меня похоронены на Серафимовском кладбище, мы её похороним 14 или 13 апреля, перевезём, вводим, это лично сам я привезёт, мы её довезём до входа, на кладбище, которое Саушкин отсюда, там, по-моему, учебная или какая-то улица, но это там, туда, и оттуда с сыном могильщика мы привезём, опустим гроб, лично сам я с сыном, опускали, зароем её, и могилка эта у нас осталась, она так сейчас существует, там сейчас рядом с ней похоронена, с ней потом похоронили Богданова Чеснокова на этой могилке, она там знаменательная сейчас. Похороним, мать не увезём ни в морг, ни в общую могилу, похороним. Потом умрёт дядя, потом тётя умрёт, потом дядя умрёт, тётю похоронят, в братской могиле увезут вот тот морг, который находился на девятой линии у малого, это я его видел, я там четыре раза был, как-то раз помогали, я пойду в школу, в мае месяце пойду в школу. Мы начнём учиться, пойду в шестой класс, в пятом классе я тоже не очень хорошо учился, особенно с русским было, и с математикой для меня было, а тут пошёл класс, мне тоже трудно было. Но так сложилась судьба, что нас в середине мая посылают на огороды, первое, значит, когда дети блокадного Ленинграда первые начнут помогать стране и городу бороться, выживать в те тяжёлые блокадные дни. Одни из нас идут на заводы работать, а нас собрали школы, седьмые оставили, ещё не взяли, в основном шестые, по-моему, седьмые, и отправили в Бергардовку на огороды. Там нас мы приехали, нас карточки взяли, там было организовано кормление нас, нас поселили в школе, мы там жили, там занимались, ходили на прополочные, выполняли часть крестьянской работы огородной в совхозе Бергардовка. Вот там всё работаем, там через 10 дней опять хватаю дизентерию, меня приезжают, забирают, сестра от меня уже осталась, уже умерли, сестра взяла опекунство надо мной, потому что тётя и все были, взяла опекунство надо мной, оформленное, приезжает, забирает её, ну, привезли, начинает меня лечить, ну, лечить тут один профессор, который был, он не профессор, врач какой-то был, полковник, работал в большом доме, который лечил отца, который знал меня, потому что, когда отец лежал, уже умирал, это было в декабре с 34-го года, отец 1 января 35-го умрёт, он сказал отец, будешь курить, вот так же будешь, такое же с тобой учить будете, я после этого не курил и не горю свою жизнь, хоть столько со мной было связано, ну, вот приходит, он ей даёт 50 грамм спирта и говорит, ну, пускай он выпьет, разведи его чуть пожиже, пускай он выпьет и вылечится. Ну, вот это так, отступление от этого. Да, Бергардовка. Да, Бергардовка. А сколько вы там были на огородах? Ну, я был, там было месяц все, я примерно 14 дней был, 14 дней меня забрали оттуда, вот привезли, снова стал ходить в школу я, и я, но в это время привозят там тетя вот моя, которая тоже попе была, моя родная тетя, она всю блокаду работала проводиться на дороге жизни, это 41-42-го, от Филианского вокзала до... самая, да, Ладоги, Ладоги, железная дорога, туда возила, вот эвакуировала, все сопровождала там, она к нам не приходила, приедет в начале конца мая, в начале июня, привезет мешок, навлочку, не мешок, она в навлочке, привезет пророщи, ржи, все, но у нее будет, ее отпустят, то есть самое, как бы она заболела очень, потом окажется, что она, ее придавило, ребра сломали, были сломаны, она сцепляла, расцепляла вагоны, ее придавило, а лечили ее от воспаления легких, она потом, ну на этом она начнет там тронеться, с ума сойдет, вот я с ней всю ночь с яками в школу прихожу, она утром встанет, вот ты такой, моих внучек, они стоят у дверей, там двери закрывал я все, чтобы ее надо было притащить, мне с ней справиться, она была большая женщина такая, там их кормили, подкармливали немножко, так само, потом она ослаблится все, и вот с ней боролся все, потом она умирает, меня потом перевозят, вот тут я бросаю школу, тут половина, не бросаю, кончаю учиться в этой школе, меня перевозят, у нас родственники жили в Удельной, на Костромской, меня перевозят туда, ну еще одно из тех, что перевозят, мне мать снится, там каждый день приходит, я уже тоже стал чокаться, наверное, меня решили переменить, место жительства, обстановку сменить, что я может там, она не будет меня, с Васильевского туда, с Васильевского на Костромскую, там я пойду в школу, в доме живая бабушка в одном, внизу целый полдома, дом большой напротив школы, рядом со школы, а я на втором этаже, и там снова мне начинает снится, мать все равно приходит ко мне, учиться я стал плохо, но в это время я хожу в Сосновку, когда нет школы, бросаю школу в Сосновку, а там им надо помогать, в это время 38-й батальон, и брат, который служил, приедут и начнут построить аэродром Сосновка, там мне подкармливают, мне что-то приносят остатки, я в столовую сам не хожу, мне приносят, но выполняю работу, там надо было телефон или чистить, надо было печку топить, дотя, там вся остальная обслуживающая персонала жила в землянках, летный состав был размещен по домам, и технические, а самообслуживающие, самые члены полков, входившие в землянках, землянки были, надо печку топить, смотреть за ними, убираться, или разматывал телефоны, надо было, потому что надо было телефонизировать, аэродром развивался, потом там будет до 4 полков единиц, базирует, и так приравнялся, что мне уже там начали поручать работу, чтобы меня уже было не обходиться, я в это время бросил школу, и с ноября месяца я в школу не ходил, я уже занимался там работами, и в это время меня оформили как бы вольно наемным, и в это время я там учился на курсах радистов. Вам 14 было? Да, в октябре мне будет 14 лет, в начале 43-го и окончу курсы радистов, и буду уже выполнять обязанности радистам, телефонистам или радистам, работая на станции редут, это раннее оповещение, мне будут иногда доверять, когда не будет хватать людей, тогда еще пополнение не пришло, это пережив тяжелую зиму, на передовых не хватало людей, хотя не хватало личного состава, здесь тоже не хватало у нас личного состава наших, но частей, если слетных частей не трогали, то с батальонов по возможности взяли и отправили на передовую, а надо было выполнять, потому что полкам, которые базировались, два-три полка базировались, надо было обеспечивать боеспособность этих полков. Там вот начал, уже в школу бросил, не ходил, так у меня осталось пять классов образования. У нас в основном в Сосновке была истребительная авиация, кроме истребительной были две эскадрильи, одна эскадрилья транспортная, а вторая эскадрилья связи, которые летали на Дугласов. Сосновки 42-го года, 42-го года привозили и увозили дембилизацию, то есть эвакуации, части были таких детей знатых, руководство военного округа, военные, из Жданов, и все улетали не с комендантского аэродрома, еще есть у нас был комендантский аэродром, Лахта, еще аэродромы были во Всеволоске, а это с этого аэродрома, потому что две эскадрильи, и он ни разу никогда, во сколько я стал ходить, он не подвергался, ни бомбежки не было, ни... О чем это говорит? То есть немцы не знали эту локацию? Ну, сейчас вот есть, у меня есть бумажки, что вроде бы, говорят, что вроде бы есть одна съемка, а там было трудно поверить, вы понимаете, что, ведь это было прорыто, самая, расхорщеванная, самая взлетная полоса, это Светлановский проспект, Ольга... Ольга... Невская... Ольга... Водохранилище, и вот сейчас больница Святого Георгия. Вот тут взлетная полоса, там где сейчас стрельбище, оно лево там не было, тут проходило взлетное, тут было трудно понять, что только по пыли можно было, ни разу не бомбили. Летный состав, если рассказывать, питался по-другому, и там все было сложно, технический солдат, уже получал не 200, а 300, как рабочий, 300 грамм хлеба, там три раза какие бы не было, но горячая пища была, значит, мне, если не полную пищу давали, мне давали меньше, у меня 250, я еще не получал полную солдатскую, по ЙОК, а получал, у меня по гражданке, там было все меньше, но как бы я был, мне, что-то перепадало мне. И в один из дней, в начале мая, нет, в начале 30-го мая, или 15-го, приходят, прямо дежурить сюда, приходят военные, один из генералов из них, командир батальона, Горбоносов, он тогда был майором, приходит, этот, который генерал, говорит, а это что, говорит, у вас сидит за такой, а он говорит, это вот радист, самый такой у нас, как бы сын полка, а что он оформлен, нет, завтра же не числа оформить его, и меня в мае месяце, сейчас скажу, как числа, вот, сейчас уже, приказом 150, 5-го мая, или 10-го, приказом номер 150, меня оформляют, добровольцам, воспитанникам, ставят на все виды довольствия, и с этого дня я принимаю участие уже в работах радиостанции, меня уже дают оружие, мне выдают, у меня уже карабин, у меня уже своя обязанность, и дежурствование поручает, уже дежурим по 10-12 часов, в июне месяце, в июне месяце, там придет пополнение, приедут девочки, девушек дадут, которые привезут в Сибирь, которые курсы радистов, телефонистов, телеграфистов оформят, уже будет поступать, новая техника, новые самолеты, новые обязанности, новые задачи, и уже работаю на радиостанции, при дежурном, или руководителе полетов, боевых действий, прямо у командира полка, радиостанции, которая уже была, РСБ там стояла, и потом она будет стояла, где руководитель полета, во-первых, слышит все, что говорят летчики, которые участвуют в боевых действиях, которые участвуют именно на передовой, а мы сидим здесь, и передают, и потом при посадке, особенно надо было, когда он руководил посадкой, было самое сложное, надо посадить, дело в том, что на самолеты, которые улетали, хватало горючего в бензине на 45 минут, они, уходя в бой, подняться, сгруппироваться, и уйти туда, время оставалось, там 30-20 минут, им не хватало, там завязывались в бой, вот это надо было, а потом, когда проводить посадку, а тут надо же посадить, там, если влетали эскадрильи, или трое-пятеро, а когда уходили в бой, постоянно уйдут 29 или 20 самолетов, их надо посадить, надо время, аэродром узкий, его некуда развернуть, одна взлетная посадочная полоса, они пришли уже на другую, их надо или знать, куда их сориентировать, это большая очень ответственность, дежурному, чтоб работала радиостанция, а в то время, вы знаете, техника работала не 200%, не 100% ее самое, что она проработает, то аккумулятор, то мышь, то крыса пробежает, было осторожно, чтоб... 8 августа 43-го года, значит, нас строят отдельно, ротосвязи у меня есть, где мы потом получаем, вся ротосвязи нас строят, это там нам вручают, сейчас мемориальное захоронение, где захоронены летчики, а мы там вот немножко рядом с ним, там боесклад, нас выстраивают, вручают ордена, вместе, это вот наши ротесвязи, вручает командира батальона, командир зампа, Власов был по политической части замполит, командир рота, все мы стоим, нас выстраивают, нам всем вручают медаль за оборону, наравне со своим братом, который 13-го года, со всеми, которые со мной служили в то время, мы получаем медаль за оборону Ленинграда. А перед этим у нас была одна неприятная вещь, мы жили в амбаре с соломенной крышей, у немцев не сгорело, а у нас он загорится, и мы сутки сорвем вылет полка. А вот он приехал с Патретья проверять нас, ну, не мы сорвем, а потому что сгорели, сгорели, а у нас стояла радиостанция, которая связь держала с армией, с штабом армии, и телефонная связь. Ну, это так, вот там все, нас потом, правда, не очень накажут, но больше нас награждать не будут. Всех сотрудников 38-го батальона пройдут, хотя я, правда, знаю, что командир батальона получит орден какой-то. полк Грязодубовый, есть такой был полк, тяжелых бомбардировщиков считал, но летали они на Ли-2, это Дугласы, которые брали две бомбы по 250 под крыло, остальные таскали, кладывали их туда, ну, за место пассажиров, и потом техник там, и они с пилотом с ногами их сбрасывали туда. Базировался это был лисий нос, вы представляете, где? Аэродром, мы его как бы обслуживали, он почти не мог функционировать, потому что туда не взлететь, не сесть, там везде все финны, видите, финны были в Белоострове. А полк иногда пришел, вот он сел, и нам, нашим батальонам, надо было связи его обслуживать, и обслуживать его, самое, технически бомбовозили. Вот, 15 лет таскал бомбы, но не по 25, а по 25 перетаскивали все, и самое, нагрузили. Два, он сделал два вылета всего, это на Таллин. Это в то время, это было август, наверное, в ночь они уходили, это не светлая ночь, уже было в августе, наверное, потому что бомбили, самое, Таллина, двое суток был военно, самая, воздушную тревогу не давали, так Геббельса не нашли, не разбомбили, но бомбили там в Таллине много, и сожгли один, сам, почему летчики эстонцев не любили, нас там стреляли много, потому что они взяли и пустили, ракеты, зная, когда бомбили, что идут самолеты, тоже они определяли, взяли и пустили ракеты, и сожгли жилые дома, временно деревянные постройки, в которых рабочие были размещены, там есть Таллин веки, Таллин большой, и Таллин веки, и Таллин маленький, вот там целый квартал большой зажжён, а да не напускали, не наши ракеты самые, а пустили, взяли фальшивые ракеты свои, пустили ложные, а зашли на бой и разбомбили. Как пилоты все себя одинаково ровно ведут, или всё разное, зависит от человека? Если я вам всё рассказать, сегодня рассказать очень сложно, сейчас могу рассказать. Открытый текст и мат, и всё, особенно, когда, вот если Илов обслужили, когда они заходили, ведь задание принимается вечером, на завтра, на утро, пришли сюда полки, которые там, вот радиостанция, они в эту ночь или в утро пришли, тут вот мы получили задание, полк получил задание части бомбить, а там уже немцев выбили, сидят наши. И вот слышать, когда заход делают Илы, они же как построятся, там Ила или Петлякова, построятся в кольцо, чтобы их не могли сбить, один, второго захороняет, их хвост охраняет, и начинают бомбить. А что, вам бомбили уже ИРСами? Уже, ребята, и когда вот слышишь, тебя там, командир, который пришёл, роты батальона полка, занял эту часть, а наши начинают бомбить, флаги выбрасывают, сами кричат, вы какого? Вы что делаете? Ребята, мы же гибнем всё, вы понимаете? А их сорвать уже с этого почти невозможно. Вот тот дежурный, который, вот я должен был сидеть, должен был сорвать их и сказать, что расходить здесь нельзя, а там же фоке-вульфы немцы привели готовиться их там. Вот это, это тяжело, это вообще тяжело сегодня рассказать всё это, вот так вылетели, всё вот это вот слышать, или потом он пошёл в бой. Вот там три раза сбивает Митрохин такой, герой Советского Союза, ушёл в бой вместе со своим братом, ведомым. Летали на яках, это мы были. Этот получает, что-то самое, у него, подбили его, он его отпускает. Он уходит домой, а этот всё угнался, он подбивает, то есть сбивает четыре фоке-вульфа. Сбил, сбьёт Потапа, это Тапа ушёл, с поднарву Потапа, догнал там у него, а у него сбивает козырёк. Идёт, приходит на посадку, идёт, ничего не видит. Вот кричит он, иду на посадку, освободите место, я ничего не вижу. Причит командир, потом кричит, малыш, малыш, это я, Митроханов, я иду, у меня нет. Я вот слышу, слышит дежурный, я говорю, ну вот он садится, освободили пожарную машину, подготовленную, тут её с Раскиной подготовили, а он при подходе вываливается, у него нету, наверное, закрылся, нет, он вываливается, самолёт три раза вертится, там, подбегает, ещё где, а он сзади идёт, вот так. Уже при посадке, он когда садился, знал, что ему, наверное, что-то не, он отстегнул, самые ремни, отстегнул себя, где он был привязан, его выкинул оттуда, когда первый вставнул. Он знал, что его, да, будет привязан, самолётом, он не думал, что самолёт, самое, и сгоря, самое, не загорится. Вот такой, вот этот переживатель. Это Митрохин фамилия? Да, герой Советов. Есть он где-то, не дойду, Да, вот, ну вот так же погиб Серов. Есть такой лётчик, Серов, вот последний уходил, когда вот дежурил я, вот на старте, он уходил, хотел меня, давай я тебя увезу, куда тебя тут останешься? Последний, он последний улетал, до этого поддал, он там, его пустили, последний. Давайте я туда запихну и повезу, до тебя, полетишь со мной. А потом уйдёт в бой, вот тут уже, он погибнет, так и не нашли его ещё. Погибнет в Финляндии в этой группировке, но уже не мы его обслуживаем, он где-то там будет, другие батальоны. Уйдёт в бой, объявят я, самый Серов, он ас уже был. У него было сбито 20 с лишним, но он не был Героем Союза. В этом бою ему присвоят, придёт звание Героя Советского Союза, его собьют, отпустят ведомого. А Финляндии в полк на одного, 20 с лишним самолётов вылетит, избивают его. Так парень бьет. Тяжело, жалко, до сих пор не нашли. Много ещё случаев. Потом погибнет 13 лётчиков в одном бою. 13 лётчиков в одном бою? Нет, даже не в бою ни в одном. При переходе, при переводе на новую технику, вот командир транспортной эскадрильи, это отдельное, он вообще хотел взять меня к себе стрелком-радистом. Я летал уже на самолёте, на этом, когда меня уже возили. У него расстреляли жену и сына, у него были расстреляны. В оккупацию они попали. Но ему сообщили, потому что там уже, это было в 43-м году, они погибнут. 13 человек посадили на новую технику, один из героев Советского Союза, Неструев, посадили на эту технику, и они под Тихвином. Самолёт не сможет снизиться. Значит, техник, который работал здесь, не снимет струбцины с подкрылков, которые ограничивают высоту. Забудет снять. Поднимется, они поднимутся, и у Тихвина уйдут в шопор, не смогут вылетать все самые туда. Вот тоже для меня. Вот гибнет этот командир. Гибнут лётчики, которых я лично знал, которых сам Неструев, которые похоронят здесь. Но об этом мало пишут, а мало пишут. Но фактически это ошибка же, да? Ошибка, да. Но он остался жив, я его потом видел сам, который радистом был. На этом самолёте должен был летать и я радистом. Меня хотели забрать, потому что в этом самое... Я должен был ещё... Меня ещё не сказал в 43-м году, что я когда готовился, меня готовили в какой-то мере и хотели закинуть в расположение партизанского отряда, который базировался в районе Осмина, потому что эти самолёты от нас иногда летали, возили партизан, сбрасывали продукты и технику, сбрасывали их, возили туда. Я должен... Ну вот на этом самолёте должен был лететь я, как радиста, потому что не был. Ну, за меня полетит командир роты, меня не пустят. Я приду на старт, меня на старт и не пустят сам. А до этого я облётывал их, смотрели, что я смогу справиться. Самое тяжёлое мне было не справиться с пулемётом. Там стоял пулемёт 12,7 мм, большой, турильный самолет, пулемёт турильный в турилах, но он тяжёлый, у меня в возде не хватало сил, когда я стрелял. Так я его двигал, всё, на радиостанции работал, надо было работать, когда он уходил там уже на морзянке, не так просто, не речевое. Вот там вот было, вот тут тяжёлое было. Вот это так моя боевая подготовка, в которой я участвовал, непосредственное участие. Тут ещё много чего, но хватит. Ввиду с тем, что я начал выполнять более сложные задачи, которые надо было выполнять, особенно вот по охране, то есть по обнаружению ранее летящих авиационных соединений, которые полков и групп, которые подходили к Ленинграду, всё, надо было у нас, что такое группа обеспечения, это где-то оставили, уже появились радиолокационные самые, с войска, группы там, роты, начали обнаруживать их сразу, они передавали, слуги, вылетает самолет, вот уже в Ленинграде мы знали, у нас сидела карта перед дежурным таким, стояло три телефона дежурному парадрому, командиру батальона, и штаба армии, который находился, надо было сообщать, как больше 10 самолетов летит, так звонишь, должен докладывать дежурному парадрому, больше объявляется тревога от 20, значит, звонишь, один белый телефон командующим армии стоял, когда их там больше 25, командующим армии снимать должен, это было сложно, и как-то раз, что-то, наверное, было допущено, пришел меня ругать командир, свода, который пришел ругать, что-то я не так сделал, я ему говорю, да чего ты мне командующий, я тут уже давно служу, а их там пополнение пришло, и пришло новое начальство, ты вообще еще тут не нюхал, Павро Ход, ну, наподобие этого, меня на следующий день сзали, я говорю, вот ты присяг, чтоб ты знал с этого, что ты за невыполнение приказа тебе расстрел. Вот так 15 лет, мне уже было 15 лет, я был приведен к присяге. А вот я в декабре был приведен к присяге, наверное, то же самое в декабре вызывают меня командир роты Мишу Шишкова 25-го года, который пришел, и нас направляют в 13-й полк связи, который находился на Пионерской, который был в 5-м, в 6-м РАБе, РАБ это район аэродромного обслуживания, это как дивизия на Петроградской, на курсы по подготовке к прорыву, по подготовке радистов, которые должны были, будут идти с передовыми частями, с ответственным из армии одни из специалистов высшего класса, летчиков, как, ну, летного состава, не летного состава, а состава воздушной армии, 13-го воздушных, которая руководит авиацией, которая участвует в боевых действиях совместно с пехотой связанной, а мы должны были, наша, моя обязанность была как родиться, а Миша Шишков нес умформеров такое, потому что это было в боевых, с передовыми частями мы должны идти, были прорывать, участвовать в снятии блокады, и с декабря месяцем готовят нас к этому мероприятию, мы должны, вот у меня радиостанция, она весила на плечах, моя задача была, чтобы работала радиостанция и микрофон работал, чтобы я держал ответственный за эту связь, который корректировал действия авиации с пехотными частями, и должен вести, и было, идти вместе с передовыми частями, вместе с наступательными, потом это много скажется, об этом много пишут, это одна из тактических, которая у немцев была сделана, мы взяли их, которая применяться будет и потом в дальнейшем освобождении Ленинградской области, ну так же нас учили, там и к этому и держали до 27 января 44-го года нас отпустят оттуда к себе в часть 27 января 44-го года. Вот салют, который был по снятию блокады 27 января, я уже увидел, пришли и увидел в Сосновке его. В Сосновке его наблюдали? В Сосновку наблюдал его, сам стрелял с автомата, нет, у меня карабин был мой, с карабина, который был, вот наблюдали его. А 29-го мы снимемся и уйдем в ямке под Волосово, где будет развернут аэродром, уже подготовлен, часть наша уйдет, связь, надо, мы налаживали связь, наладим там связь и будем обслуживать номер полка, не помню, шурмовой Илов, Ил-2, которая шурмовой авиации. Это самый боевой самолет один из них, боевых, который считался танком, который на груди, то есть на радиаторе иногда проводили, привозили кровь. Они так самое. Мы начинали освобождать Ленинградскую область. Ленинградская область. Продолжение следует...